Мужчина должна усвоить одну истину. Это женская мудрость. В жизни всё и всегда будет так, как она хочет. Потому что у мужчины в сфере желаний нет никаких интересов. Вот женщины, попытайтесь понять. Ещё раз, внимание, слушайте меня. В отношениях ваших с вашим мужем всегда будет всё, как вы хотите. Всегда. Но только одно но. Никогда не вводите мужчину в режим петуха. Никогда с ним не спорьте. И всё будет, как вы хотите. Почему? Потому что мужчина входит в режим щедрости, потому что он расслабляется. И жена, так как жена ему подчинена, он расслабляется. И он начинает действовать так, чтобы была любовь. Когда мужчина расслабляется, ему хочется любви тогда. У него есть любимая женщина. А мужчина, как он действует? Он служит любимой женщине. Как служит, исполняя её желания? Ну вот смотрите, мужчина покупает цветы любимой женщине. Он вводит её в кино. То есть он служит её желанию. Правильно? Если он в режиме щедрости находит. Так и вы оставьте его в режиме щедрости. Зачем вы с ним спорите? Не надо с ним спорить, просто соглашайтесь. Любовь действует в атмосфере шутки, да? Направленной на благо близкого человека. Вот эту формулу запомните вчерашнюю. И соглашайтесь всегда. Если вы так будете делать, вот у вас есть какое-то желание, оно сразу вот так вот выполняется. Теперь я вам могу сказать одну вещь. Поднимите руку мужчины, которые с этим не согласны. Все согласны. То есть мужчина не против ваших желаний. Ему не нравится, что вы с ним спорите. Мужчине надо, чтобы жена подчинялась желанию, ну как воле. Не желание, воле. Есть воля, есть желание. Вот у вас есть какая-то воля? Допустим, вы чего хотите решение принимать в жизни? Чтобы вы решали, да, как будет все в жизни. Вы хотите этого? Нет. Вы хотите, чтобы он сам решал и я спокойно жила. Ну так это называется воля. Видите, здесь нет пересечений. Мужчина хочет все решать. Ну и дайте ему такую возможность. А женщина живет в зоне желания. Так с мужчиной нужно всегда уворачиваться от его вот этого поведения. То есть женщина очень опытная, она всегда уворачивается от поведения мужчины. Он там пришел, бросил куртку, она раз, не заметила. Он, допустим, смотрел на нее, раз, не заметила. Уворачивается всегда от поведения. И идет в сторону характера мужчины. Потому что характер мужчины очень мягкий, очень покладистый, очень добрый, очень милостивый, очень щедрый. Он просто золотой, мужчина характер. И поэтому женщине рядом с мужчиной как становится? Спокойно. Потому что у мужчины характер спокойный. У женщины очень твердый, напряженный. Он ее саму задалбливает, ее характер. Женщине самой собой очень тяжело. Она не знает, куда себя девать. Но когда она попадает рядом с мужчиной, раз, ей спокойно стало. Но почему женщине может быть неспокойно рядом с мужчиной? Как вы думаете? Потому что она постоянно с ним спорит. Она лезет в зону поведения. Она говорит, это не делай, то не делай, это не делай, то не делай. И все, и она его напрягает постоянно. И он вступает на тропу войны. Если мужчина вставил на тропу войну, семья развалится. Он вам не даст спокойно жить. Будет постоянно недовольный, все бросать, кидать, будет сражаться. Вот допустим, вы взяли и своего ребенка, мальчика осаждаете. Туда не ходи, сюда не ходи, это не делай. Его надо не осаждать, а направлять. Надо показывать, что делать. И то по-доброму, аккуратненько так. Сыночек, иди вот туда. И он раз, пошел туда. Не ходи сюда. Дальше что будет? Пойдет, он будет стараться, пойдет туда, куда им не разрешают. Потому что им надо побеждать. А если вы еще насилие над ним будете совершать, то он вырастет садистом. Знаете, кто такой садист? Это те мужчины, которые издеваются над женщиной, потому что вы включили в нем вот этот механизм доказательства, что я сильнее, чем ты. Понимаете? То есть мужчина всю жизнь доказывает, что он сильнее, чем женщина. Это его природа. Если женщина не дает ему быть сильнее, то он становится зверем просто. Понимаете? То есть он просто разрушит вашу жизнь. Понятная система? Уворачивайтесь от поведения. Никогда не ставьте блоки на поведение мужчин. Всегда аккуратненько. Да, да, да. Соглашайтесь и вводите его в зону щедрости. И там все ваши желания аккуратно можно довести его до выполнения своих желаний. Можете после еды спросить, как ты думаешь, сколько у женщин должно быть платьев? Он смеется, говорит, сколько ты думаешь, сколько должно? Миллион, что ли? Почти. Паровоз запущен. В сторону платья. В сторону миллиона платья. Ну, в какой-то степени. Ну, то есть, другими словами, то есть, надо, чтобы он чувствовал себя комфортно. Ну, допустим, он пришел и бросил куртку. Вот как сделать так, чтобы он не бросал? Здесь, в этот момент, вы уже ничего не сделали. Потому что уже поведение, пояс пошел в сторону бросания куртки. Все, вы уже, сегодня вы уже проиграли. Но, в следующий день, когда он приходит, вы что ему делать? Помогаете снять куртку. И потом берете его за ручку и вместе с ним вешаете на вешалку. Вы запустили паровоз уже в сторону вешания куртки. Через 40 раз он научится сам вешать. И всегда будет вешать куртку. Например, я просто проводил эксперимент. Ну, у женщин же, они из акции состоят. У меня жена послушала какой-то семинар. И там ей донесли, дали знание, что если не выключать дома свет, то денег не будет. Это энергия Бога, мы ей пользуемся неправильно. И Бог нас лишает денег. Ну, такая логика. И она заметила, что я выключаю в ванной комнате свет. И я иду, она меня спрашивает. Ты выключил свет в ванной комнате? Я говорю, я не помню. Она говорит, пойдем посмотрим. Идем, там не выключено. Вот, я выключаю свет. Потом, так, много-много раз повторяется. И потом, в один прекрасный день, она говорит, ты выключил свет в ванной комнате? Я говорю, я не помню. Мы пойдем посмотрим. Приходим, выключим свет. Потом опять выключим. Потом опять выключим. И все. То есть, я не помнил, когда не выключал. Теперь не помню, когда выключаю. Потому что мужчина, он не живет для того, чтобы свет выключать. У него есть, он спасает весь мир. Дает людям знания. Понимаете? А это у него, как бы, он когда из ванной идет, у него есть пункт А, это ванная комната. И пункт Б, это компьютер. А промежуточный, он не замечает все эти пункты. Там, свет и все. Но у него есть привычки зато. У мужчины, когда вырабатывается привычка, она так и остается на всю жизнь. Поэтому женщине надо спокойно, по-доброму вырабатывать у мужчины привычки. А как она действует по отношению к нему? Потому что она женщина, она по-другому настроена. Женщина не через привычки все делает, а через совесть. Вот, допустим, женщине неудобно, что свет включен, потому что она чувствует, что это нехорошо. И она выключает. Нехорошо, что грязный пол. Нехорошо, что некрасиво. Нехорошо, что грязные одежды. И она все через совесть действует. И она говорит, ты понимаешь, что надо выключать свет? Он не понимает. Потому что мужчина через совесть никогда не будет действовать. Он действует через привычки. Поэтому надо просто приучать по-доброму. Выключаем свет, выключаем свет, выключаем свет. В этом раз он сам уже выключает. Я, когда кушаю, меня невозможно приучить, чтобы у меня не вывалилось писающее изо рта. Потому что я периодически вспоминаю важные вещи, которые спасают мир. В это время у меня что-нибудь вываливается. И падает на чистую одежду. Поэтому у меня жена, она надевает на меня фартук во время. Ну, это у вас, Слюнявчик, а у нас фартук. Вот. Слюнявчик — это когда слюни текут. Это, может быть, когда мне 90 будет. Наверное, а челюсть не будет закрываться, и уже надо будет Слюнявчик, он в слюни будут отекать. А сейчас, пока у меня челюсть закрывается, поэтому она мне одевает фартук, чтобы пища не марала одеждой. И в какой-то момент я начал сам фартук надевать, причем я даже не замечаю, как это делается. И сел, и уже фартук, и смотрю, и одел фартук сам. Заболел. А? Заболел. Почему заболел? Так в образу. А? В образу, в образу, привычка. Да, то есть появилась привычка. У мужчин они все по привычкам у них. Вот мужчина, он встает с постели, и дальше идут привычки. Он привык то делать, все, пятое, десятое. А у женщины не привычки идут, у женщины идут желания. То есть она не хочет, чтобы было неправильно. И хочется, чтобы все было гармонично, и она поэтому делает, как гармонично все. А мужчина делает, как приучили. Все. И поэтому не надо мужчине говорить, ты почему не одел фартук? Он не понимает, в чем вопрос вообще. Потому что он хотел одеть, но он забыл. То есть если ты ему не выработала привычку, что ты от него хочешь сама вообще? Он вообще... А как проучить дарить цветы? Вы идете мимо магазина, мимо цветов, и говорите, запускаете паровоз. Паровоз говорит, подойдем к цветам, с цветочком подойдем. Все. Дальше он вам купит цветы. Вы подходите к цветочкам и спрашиваете, как ты думаешь, какие мне больше нравятся? Паровоз поехал. Он говорит, вот эти нравятся. Вы дальше берете этот цветочек и говорите, какой красивый. И смотрите на него. Если он стоит, как бы он не хочет покупать, допустим. Вы можете спросить его, ты согласен, что он красивый? Если он скажет, да, значит, надо покупать. А как, с мальчиком, с какого возраста также нужно общаться? С любого. Мужчины все одинаковые. Хоть один год, хоть пятьдесят, хоть сто. То есть, кто меня не слушается, мне не нужно одно слово. Нет. То есть, оглашаться? Вы должны просто запускать паровоз. Пойдем, сделаем уроки по математике. Через пятьдесятый раз он сам будет делать эти уроки. Говорит нет. А? Если он говорит нет. Ну, значит, вы неправильно запускаете. Надо тогда сказать, пойдем, надо сказать, а где учебник по математике? Скажет, не знаю. А? Скажет, не знаю. Пойдем искать. То есть, вы находите учебник по математике, открываете его и начинаете сочетать его рядом с собой и говорите, вот дважды два, четыре, шестью шесть, тридцать шесть. Семью семь? Вы его спрашиваете. Он говорит сорок девять. Почему? Потому что у него паровоз уже поехал. Потом вы его оставляете, он дальше делает уроки. Ну, то есть, вы его не заставляете, а просто, ну, ведете к чему-то, подводите и все. Как приучить мужа под душ ходить сразу? Вы его обнимаете, снимаете одежду и за ручку его берете и ведете. Он говорит, куда мы идем? Он же пошел, все. Куда мы идем, все. Вы говорите, под душ. Паровоз же уже поехал, он не может уже свернуть. Под душ, значит, под душ. Если вы ему скажете, ты пойдешь под душ, он скажет, нет, и все, дальше без возможности. Понятная система или нет? Также ребенок, мальчик тоже маленький. Мама, мы куда идем? Идем под душ. Все. Он скажет, зачем, допустим? Я не хочу мыться. А вы скажете, а мы не будем мыться. А что мы будем делать? Руки помыли. Руки помыли, потом разделись, помылись. Понятие? Система понятна, как с мужчиной? Если у мужчины уже запущен процесс, он не может остановиться, потому что у него в этом нет логики. Он не понимает, если мы уже пошли, к цветам подошли, если мы уже выбираем, то нет логики не покупать. Понятно? Мужчина всегда действует последовательно. Он не может прекращать действие. А? Ну, значит, вы спорите с ним. Он не в зоне щедрости находится, а в зоне петуха живет. Будет всегда с вами спорить, делать все наоборот. А? Если вы не включены, значит, вы за ним не ухаживаете. Вы его не кормите, не заботитесь о нем. Он живет своей жизнью. Значит... А? Поняла, да. Если женщина не заботится о мужчине, она никогда не сможет им управлять. Мужчина управляется только через питание, укладывание ко сну, через заботу. Через заботу он управляется, через заботу. Когда женщина заботится, у него включается внутренняя составляющая, его характер. А он очень мягкий, добрый, нежный. Если вы никак не включены в его жизнь, значит, он будет жить своей жизнью. У него будут свои привычки, вырабатываться свои процессы, и вы там идите сбоку. Поэтому женщина всегда должна заботиться о муже. Когда она заботится, она его включает в свои процессы, и он живет полностью под ее контролем. А так должно быть. Вот, допустим, парень с девушкой знакомится. Если ситуация под контролем женщины, тогда что происходит? Свадьба. А если под контролем мужчины, что тогда происходит? Тогда происходит секс и сожительство. Поэтому все, что связано с личной жизнью, должно быть под контролем женщины, а не мужчины. Потому что совесть в личной жизни на стороне женщин находится, а не на стороне мужчин. И женщины контролируют, как должно быть все правильно в личной жизни. С мужчинами разобрались, женщины? Теперь, если женщина говорит все время мужчине, что я умная, и показывает, что умная, значит, она дура. А если женщина показывает, что она хуже, чем знает, значит, она умная. Все, вот умные женщины не показывают, что они умные мужчине, а дуры показывают все время. Не расстраивайтесь с женщинами, у вас все будет хорошо. Знаете, у женщины есть какой плюс? Женщина очень обучаемая. Если она верит человеку, она всю жизнь свою переделает легко. Ей важно найти ключ, знание. Если она знание почувствовала, она дальше, и все, и она все переделает, все служит. Мужчина может переделать свою жизнь только на примере своих жизней, своих поступков. Знание не входит в него, в него входит только опыт. Мужчина с помощью опыта может поменяться. Своего опыта. Поэтому как женщины слушают? Поднимите руку. Кто первый раз на лекции сегодня? Никогда не были на лекции? Не слушали мы лекции? Не слушали? Не слушали? Не слушали. Не слушали. Я сегодня. Вот женщина, когда никогда не слушала, она смотрит сначала мое, не мое, мое, не мое. Присматривается. Как только она поняла, что мое, дальше она вот так. Впивается и делает апгрейд всей своей понимании системы ценностей. И с этим апгрейдом потом она приходит домой. У меня когда жена сходила на коксы по коралловому клубу, я два года кораллы жрал. Пока у меня это на магическую уборку не переключилось. Два года кораллы, честно отожрал все кораллы. Она же из любви это делает. Помогло? Ну как помогло? Я же чувствую, что не подходит, что нет. А то мне не подходит, она мне говорит, ешь. А если я не ем буду, она весь день будет плакать. Надо есть. Что делать, остается. А если кормить не своего мужчину, то его можно контролировать потом? Да? Да? У меня одна знакомая, она, ну у меня как бы есть такая команда большая, там есть женатый, не женатый, и она делала очень вкусные сладости. И она, ей нравился один молодой человек. И она научилась делать такие сладости, которые ему понравились. Все. Все, она как бы ключик к внутреннему слою психическому, к внутренней системе, характеру его подобрала. То есть ему сладости нравятся. И дальше он поел вкусных сладостей, похвалил. Поезд приехал. Да? Она, он, она сразу ему улыбнулась такая, и все, и раз, его сердце прямо, и все, и он замуж ее взял. Где же вы раньше были? То есть женщина должна входить во внутренний мир мужчины. Это очень просто. Допустим, на день рождения его хвалить, допустим, и говорят, ты самый лучший программист у нас. И она должна... Все. Клиент созрел. Он как бы открылся. Это же его работа, это главная мужчина в жизни. И он увидел, как она хлопает, и сразу раз, его внимание к ней привлеклось. Он почувствовал ее красоту сразу. Все. Если женщина смотрит на мужчину глазами веры, вот так вот глазами веры, она передает свою внутреннюю красоту ему. А так он не видит красоту. Только когда она глазами веры смотрит на него, красота видна сразу. И он может влюбиться тогда. Но чужих мужиков не надо переманивать. Если вы это знание получили и начали пользоваться неправильно, Бог вас за это накажет. Одна женщина ко мне подходит и говорит, когда я выйду замуж. Я говорю, никогда. Она говорит, почему? Я говорю, потому что вы уже много лет живете с чужим мужиком. И Бог, вот чем больше вы с ним живете, тем больше он отодвигает срок вашего замужества. Или вы сейчас заканчиваете, раскаиваетесь, и тогда какой-то шанс есть, или вот так вы останетесь одна. Потому что Бог открывает сердца людей, согняет Бог. Люди сами не могут найти кого-то. Это невозможно. Это Бог делает. Теперь к женщине подход. И женщина это касается и мужчин, всех. Не надо пытаться иметь дело с характером женщины. Никогда не надо ее перевоспитывать, пытаться менять. Надо всегда к женщине относиться очень аккуратно. Вот всегда контактироваться только с ее поведением. У женщины поведение, она очень мягкая, нежная. Через него идет любовь, гармония. Внутрь к ней лезть не надо. Не надо пытаться ее вывести на чистую воду. Женщину не надо выводить на чистую воду. Это очень плохо влияет на ее психику. Она потом очень травмируется сильно, не может это забыть. Вот. Но это женщина очень аккуратно. Как тебе дела? Как ты себя чувствуешь? Вот точно так же, как пушинка летит, ее вот так вот аккуратненько, как бы на воздухе можно держать, так и с женщиной надо всегда бесконтактный способ. Аккуратнее, конечно. Как дела? Смотреть в глаза по-доброму. Разговаривать очень ласково, мягко. Не надо ее воспитывать в это время. Спросить ее надо, как она живет, она будет рассказывать. Женщина очень стесняется говорить о себе. Но она чувствует себя любимой именно тогда, когда она видит, что ей интересуются. Надо, чтобы она рассказывала о себе. И ты очень нежно, аккуратно слушаешь. Она рассказывает о своей жизни, ты ее соглашаешь. Ой, как это важно. Все вот с ней разговариваешь вот так, и она сразу чувствует себя любимой. Она потом вот пять минут так поговорить, и она будет весь день, как птичка, летать по кухне и там все готовить. Правильно я говорю женщине? Правильно. То есть очень важно женщине почувствовать, что ее понимают, что с ней человек в гармонии находится, он ласково себя ведет. Отсюда же тоже подарки цветов, потому что цветы, когда она не дарит, она чувствует, что ее любит, потому что цветы ей понравились. Если он не тот, какой цветок принес, она думает, блин, что же он сделал вообще? Он неужели меня не любит вообще? Он мне что-то принес, какой-то цветок странный вообще. Она ходит целый день, думает об этом. Так? У нее сомнения возникают. А если прям принес точно, какой подходит, все, ей очень нравится, она чувствует, что ее любит. Добрые слова, ласковые. Как проявляется характер женщины? Проявляется в виде капризов. У женщины может характер наружу вылазить или нет? У нее есть поведение, есть характер. И мужчина должен четко разобраться, с чем он имеет дело. Вот если поведение, она такая ля-ля, тру-ля ходит, это такая добренькая, ласковая, значит поведение, значит можно быть в гармонии, любить, главное ласково, с нежностью с ней все вести, и все классно будет. Но если ты видишь, у нее губы зажатые такие, она смотрит на тебя. У ней полез характер, значит. Иди подальше, беги. Беги, иначе будет хуже только. Будет скандал. И она сама не против. Она сама понимает, что вот сейчас я не могу с тобой общаться, разговаривать, тебе помочь что-то сказать. Потому что иногда у женщины вылазит характер, тогда надо сваливать. Иногда выходит поведение, тогда можно ее любить. Женщины, вы согласны с этим или нет? Согласны. И вот если он сам лезет, она уделит, что ты лезешь вообще? Ты что, не видишь, что сейчас происходит? Теперь бывают женщины, которые сами лезут. Вот у них плохой характер, ей надо ее успокаивать. А успокоить ее невозможно. И она выносит мозг, ее задача вынести мозг. Почему? Раз мне плохо, ему тоже должно быть плохо. Нет, только один вариант, это с ней соглашаться. Это называется уже как бы показательная порка. Но показательные порки бывают всегда, когда ты что-то делаешь не так, как она хочет. Если ты ей дали светочки, ля-тру-ля, по-доброму относишься, она никогда, когда ей плохо, к тебе не полезет, потому что она не хочет, она стесняется. Но когда ты ведешь себя плохо с ней, когда ей плохо, она будет тебе приставать, будет лезть, придираться. Если показательная порка началась, надо просто да, да, согласен, все. Надо честно просто подставить попу и придаться процессу. Она все равно от тебя не отстанет, она все равно будет тебя мучить, гнусить. Причем, мужчины, вы должны понять такую вещь, очень важную, уже вообще в женской психике. Вот женщина не может почувствовать, сама по себе не может почувствовать, что она плохая или что-то неправильно делает. Вот, допустим, если она обижается, это хорошо. Если она к тебе пристает, значит, ты виноват. Она сама это понять не может. Вот если ты ее любишь, она тогда может почувствовать, если по-доброму к ней относишься, она тогда только чувствует, что она что-то не так делает и может извиниться. Только на фоне любви. Но если ты пытаешься ей объяснить, что ты неправильно делаешь, то еще хуже только будет. Потому что у женщины опции такой нет в психике, что она может быть плохой в принципе просто. Она всегда хорошая. вот, допустим, вы оба валяетесь в постели после шести вечера, после шести утра. Муж спрашивает, ты чего все время все еще лежишь, уже пора вставать? Нет, вы его спрашиваете, ты чего все время все еще лежишь, пора вставать? как он среагирует? Он задумается. Мужчина как среагирует? Он может и скажет, хочу и лежу, но он при этом будет понимать, что пора вставать. Он может запрямиться, сказать, хочу и лежу, допустим. Ну, если вы режим петуха не надо уходить, все нормально. Дайте, отдайте ей мобильник. Сейчас ей помогут, все нормально. Вот мужчина, он чувствует, что надо вставать. Теперь он ей говорит, а тебе что, не надо вставать? Как она ответит? А мне не надо. Почему? Потому что женщина родилась для счастья. Вот она лежит, значит, это хорошо. Все. Никто ей не может доказать, что Бог может быть как-то иначе. Теперь есть способ вообще женщину поднять с постели. Есть только один способ. Это когда подружка звонит и говорит, нам надо вставать. Нет, она с утра и говорит, с вечера говорит, давай встанем пораньше. И она встанет пораньше, потому что она подружке обещала. Или ей надо, допустим, мужа собирать с утра куда-то, она тоже встанет пораньше. Или детей накормить. но ради себя она не будет, она будет лежать на последнем. То есть, женщина мотивируется только служением, только заботой. У нее нет воли, у нее есть желание любить, заботиться. И она из-за этого встает пораньше. Все дело. Поэтому, если женщина хочет себя контролировать вообще, она должна созваниваться с подружками. Женщина имеет социальную волю, а мужчина индивидуальную. Женщина должна созваниваться и друг другу обещать, что давай встанем пораньше там. И тогда она встанет пораньше. Давай пойдем гулять там в лесу, пойдет гулять на пять слоев. Если мужчина любит валяться, то надо включить паровоз. В сторону вставания. Вы, допустим, садитесь рядом с ним, гладите его вот так по головке, берете за ручку потом, и поднимаете. Аккуратненько сначала, потихонечку. Потом сильнее, сильнее, сильнее. Если он чуть приподнялся, значит он встанет. Или даже не обязательно его приподнимать, а просто руку ему поднимите и подержите. И потом скажите, а теперь вторую сам поднимай. поднимаем вторую руку в сутку. Если он руку начнет поднимать, значит встанет. Параус поехал просто в эту сторону. мужчина, это страшный, да, я человек, все как бы. Как природа работает, так и надо делать. Никогда не надо против природы человека действовать. Как природа работает, так и делает. вот допустим, если жене надо вставать срочно. Что надо делать мужчине? Знаете, женщина знает, что ему надо делать? позвонить ее подруге. Это идеально, да. Но есть еще такой, как вы, соц-вариант такой. Надо сесть рядом с ней, ничего не говорить, сесть рядом. если вы начнете аккуратно гладить ей голову и она не отвернется, значит, она склонна строить отношения в это время. Или за ручку ее погладить в это время. Сесть и погладить за ручку и сказать, как хорошо на улице. Или сказать, у нас ребеночек уже проснулся. или «как хорошо на улице». Если ей нравится свежий воздух, сказать, как хорошо на улице. Если ей, ну, как бы, она любит ребеночка, тогда сказать, вон, ребеночек уже ползает. А как нет? Или сказать, как хорошо ползает у нас ребеночек. То есть ей надо включить энергию любви у женщины. Улица означает природа, ей нравится, она чувствует счастье. Ребеночек ползает, она чувствует счастье. Как только женщина включилась, она встает. Если любовь там есть, есть за кем заботиться, есть куда посмотреть, что почувствовать счастье, значит и в ней есть жизнь. Она встает, начинает сразу просыпаться. То есть не надо ее заставлять вставать в постели. Что она сделает? Назло перевернется на другой бок и вообще не встанет в этот день. Будет плакать и лежать. Так? Почти. Потому что ей будет неприятно, что вообще ее не считают женщиной. Что значит считать женщиной человека? Что значит считать женщиной? Дать возможность испытывать счастье. Дать возможность наслаждаться. Вот это означает считать женщиной. Если мужчина не дает, то он наслаждается возможности, а женщина не чувствует себя любимой. Дать возможность, Вот она ест, допустим, шоколадку Вот так Не надо ей говорить Чего ты кайфуешь? Она бросит и пойдет Вот так, бросит эту шоколадку и пойдет Блин, говно Говно просто Так, женщина? Неприятно, правда? Если женщина ест шоколадку Она такая смакует Он говорит, ой, как тебе вкусно Как тебе хорошо Она говорит, да Она чувствует, что ее понимают Разбираться в теме начинаете потихоньку? Много узнали А с девочкой надо себя Да, если девочка обиделась Надо делать вид, что как будто вы не видите, что она обиделась С ней по-доброму разговаривать И ей, если что-то сказать В это время рассказать Она все поймет Вот женщину, если ввести в стайне доброты Она слушает И у нее включается разум Она впитывает все, как губка И на всю жизнь напоминает Мужчина воспитывается добрым поведением Женщина добрыми словами Вот, допустим, я в детстве После того, как в группе продленного дня Сделал уроки Я садился, и мне нравилась книга «На суши и на море» Такая энциклопедия, толстая, большая Она только вышла И таких книг вообще купить в магазине невозможно Во-первых, очень дорого А во-вторых, просто не было Их только по школам раздали Тогда книги вообще редко какие-то есть были Редкие книги, которые вообще нигде можно было взять Только вот в школе, в библиотеке Все Я садился, мне было там сколько лет Восемь-девять, наверное Я читал «На суши и на море» книгу после школы И она мне так нравилась Я читал, читал Несколько месяцев начитался И потом решил взять ее домой читать Ну, то есть увел книгу из школы Ну, учительница же знает, кто читал эту книгу Она знает, кто ее взял Вот Она меня спросила «Ты книгу не брал на суши на море?» Я что ответил? Нет, потому что мне пофиг, я мужчина Мужчина, он обманывает легко Мужчину надо ловить не на словах, а на поведении Моя учительница, она очень добрая в природе женщина Она позвонила домой Открыла моя мама И учительница сказала «А мы проверяем, чем сейчас занимаются наши школьники Вот в это время У нас рейд» Она говорит «Ну, пройдите, посмотрите, чем они занимаются» «Ну, чем я занимаюсь?» Я читаю книгу «На суши и на море» Чем я занимаюсь?» Она пришла Я убедил, я такой побледнел весь Убедил, учительница пришла Я с книгой Меня с поличным Поймали Она села рядом со мной И вот смотрите внимательно Внимание, как она себя повела Она говорит «Олежик, тебе нравится эта книга?» Я такой говорю «Да» «Ты любишь ее читать?» «Да» «Ты взял ее почитать?» Я говорю «Да» Она говорит «Ну, ты ее почитай И принеси в школу завтра» Она не забрала И сказала «Ты вор там» Она просто «Почитай и принеси» И она больше мне ничего не сказала Не сказала, что надо ее читать только там То есть она меня вообще не ограничила Я просто сам Уже потом не смог ее взять И я этот случай запомнил на всю жизнь В деталях прямо Потому что она повела себя Очень правильно со мной И она на поведении меня По-доброму поймала И повела себя правильно Она дала мне возможность Сделать неправильный поступок И сделать правильные выводы Она ничего мне не навязывала Она просто запустила паровоз В нужном направлении Иди в школу Отнеси книгу По-доброму Все Она паровоз не запускала в сторону Возьми опять назад Принеси домой А мне подходить Спрашивать было уже стыдно И поэтому книга стояла Я читал только в школе После этого То есть мальчика Вот допустим Вы решили наказать мальчика По-доброму бельте за руку Ведите его в угол Он будет спрашивать Мама, куда мы идем? В угол Зачем? Ты напроказничал И дальше будет Он включать лохотрон Он будет говорить А я больше не буду А вы его не слушаете Потому что Когда мальчик не получил опыт Он никогда не соглашается с действием Ему надо поставить в углу А женщине очень трудно это принять Потому что ее Любимый ребенок страдает Ей самой это плохо Но ничего не сделаешь Мальчику надо стоять в углу Чтобы он понял Что этого делать не надо Вот просто Если вы ему поверили на слово Говорите Да, хорошо Ты не будешь Я так рада Сляхивайте лапшу с ушей Он обязательно это сделает В ближайшее время И потом Уже у него конфликт внутренний начнется Из-за этого А если он поставил в углу Он уже понимает Что на это действие Получается вот это Если с первого раза не поймется Второго поймет И у него Трансформируется подход к жизни уже Вот допустим Ваш юноша Парень засиделся дома Не хочет работать Надо сходить с ним на завод Куда-то сходить Где работают Побыть там Показать Ну то есть Надо его включить просто Надо паровоз направить В этом направлении Если вы ему будете говорить Когда ты пойдешь работать Ответ будет такой Никогда Он может сказать все что угодно Но ответ будет такой Потому что его паровоз Влетел в кровать А надо его из кровати Вытащить И запустить Куда надо Ну По добрым В угол ставить Есть два варианта Первый вариант Наказывать по-доброму Второй вариант Запускать паровоз В нужном направлении Можно просто ему сказать А вот тебе нравится Вот тебе нравится Допустим Вы читаете Вот найдите в нем Что у него получается И вот туда Прямо направляйте И через это Вы сможете все вывести Любое действие Вот допустим Вот он допустим Учит уроки Там на группе Продленного дня Когда Если ему нравится Математика Надо сесть рядом С ним в это время Сказать Ты так классно Решаешь задачки И он потом Классно будет делать все Потому что Вы паровоз запустили В сторону Выполнения Домашнего задания Главное Чтобы ему это нравилось Именно сам процесс В тот момент Когда ему нравится Вы если его ухвалите Он дальше все будет делать А если он В этот раз Не сделает То вы в следующий раз Сделаете то же самое И пробьете его дальше Может быть С трех раз получится Но долго не надо А что вы от нее хотите Конкретно Наверное Уважение больше Любви Уважение Девочка будет капризничать Вы не сможете ее научить Не капризничать Если вы будете С ней по-доброму говорить Вы можете сказать ей Что Мама любит Когда ты Улыбаешься ей Ну то есть Надо включать ее На позитивный процесс И уводить От негативного Она у вас Ребенок Очень ранимый Она очень Чувствительна К любому действию Неправильному И если вы делаете Не так Она сразу реагирует И потом Входит в негатив А вы ее Настраиваете На любовь На то что Мама тебя любит Ты маму любишь По-доброму Ей это Объясняете Все Занимаете Занимаете ее Позитивным процессом Пускай помогает Готовить Пускай помогает Что-то делать Если по дому Она начнет Помогать Она включится И она уже Не будет обращать Внимание На свое Реагирование Не заостряйте Ее внимание На том Что у ней Больно Это касается Любой женщины Вот допустим Если жена Допустим Очень обидчивая Не надо Заострять На этом Внимание Надо ее Включить На то Что она Любит Тема Разбрылись Тема Нет Итак Что такое Характер Характер У женщины Это жесть Это очень Крепкая Сильная Структура Которая Состоит Из сильных Желаний Она не Меняется Ее Очень Трудно Что-то С ней Сделать Туда Не надо Лезть Вот например Женщина Обижается Ты начинаешь Ее указывать На обиды Вот это То Что вы Спросили Про ребенка Слышите Вы Спросили Про ребенка Это Вы Лезете Ей В характер Ну то есть Женщине Не надо В крова В характер Она Обижается Она Из зоны Поведения Вышла В зону Характера С ней Вообще Ничего Не сделаешь Когда в зоне Характера Женщина Это Вулкан Туда Нельзя Лезть Там Ничего Не сделаешь Это Совершенно Неуправляемая Зона И надо Ее От этой Зоны Стараться Увести Не надо С ней Там Допустим Ты Почему Обижаешься Если Она Обижается Она Будет Все Обижаться И Ты Ничего С Этим Не С С Она С Этим Ничего Не С Делает И Никто В мире С Этим Ничего Не С С Вот Какой У нее Есть Такой Характер Просто Ее Надо Из Зоны Характера Выводить Зону Поведения Например Она Обижается Можно Сказать Пойдем Посуду Помоем Или Пойдем Попоем Вместе Если Нравится Петь Потанцуем Или Какой У нас Хороший Ребенок Посмотри Как он Рисует Все Она Уже Не Обижается Она Вошла В зону Поведения И Хочется Заботиться Любить Сирать Убирать Готовить Все Она Вошла В зону Которая Ей Комфортно Потому Что В зоне Поведения А женщина Очень Покладистая Комфортная И Хорошо Легко Самой Собой Как только Она В зону Комфорта Вошла Она Сидит Обиженная И все И дальше Там Просто Вулкан Если Она В зону Комфорта Вошла Или Ты В зону Поведения Выводишь Или Вообще Не Трогаешь Мужчине Заходим Внутрь Через Пищу Через Заботу Через Любовь И там Живем Уже С ним Внутри Разговариваем С ним Соглашаемся Все время По-доброму Аккуратно Женщины С любовью С нежностью С лаской С ней Обращаемся Но Женщине Женщины Идете Идете В кино Как Сделать Так Чтобы В кино Невозможно Пойти Было Очень Просто Надо Сказать Пойдем В кино Быстрее Через 5 минут Она скажет Я в кино Не хочу То есть Как Что значит Идти в кино С ней Это значит Идти в ее Темпе Мужчине Конечно Это очень Тяжело Что она идет Расслабленно Спокойно Ему хочется Быстрее Он же цель Поставил В кино Но если он Поставил цель Угодить Жене Тогда он Тоже с ней Идет Медленно Просто потому Что ей надо Садить в кино И она Очень счастлива Тогда То есть Мужчина Не должен Ставить цель Идти в кино Он ставит цель Идти С такой Скоростью С которой Идет Жена Все Он с ней Идет И Она Одной Такой Пишет Другой Зачеркивает Он Как бы Смотрит На это На все Какая ты Красивая Как ты Хорошо Идешь Ей нравится Идет Королева Может На нее Смотрит Все Это Лучшее Время В ее Жизни Она Испытывается Хорошо Сейчас Песенку Послушаю Характер Характер Мужчины Характер Женщины Это Амурская Или Женская Энергия Сейчас Он Влюбился Видите Он Когда Влюбляется Он Подчиняется Какой Энергии Женской Он Ей Нравится Да Ну Почему Она Не Разрешает Целовать Себя А Потому Что Она К Нему Привыкает Мы Об этом В начале Лекции Говорили И Она Будет Привыкать Сколько Ей Нужно И Сколько Ей Комфортно Если Мужчина Знает Как Работает Характер Женщина Он Никогда Не Будет Мешать Ей Привыкать К Себе Он Будет Спокойно С ней Ходить Хотя Ему Хочется Добиваться Ее Это Его Природа Но Он Должен Дать Ей Возможность Привыкать И Тогда Она Будет Очень Счастлива Она Будет С ним Ходить Чувствовать себя Хорошо И Когда Придет Время Поцелуев То Будет Поцелуй Но До Этого Времени Она Просто Привыкает И Именно Создание Отношения Это Женская Скорость А не Мужская Если Люди Это Понимают Тогда Все Нормально Если Мужчина Начинает Как бы Приставать Быстрее То Тогда Она Может Вообще Отвалиться Потому Что Она Чувствует Давление Насилие Она Разочаровывается И Вообще Тогда Все Разваливается То Есть Создание Отношений Это Зона Поведения Или Зона Характера Не Поведение А Характер Характер У женщины Тугой Поэтому Ей Принять Человека Очень Трудно Поэтому Даже Когда Она Приняла Она Все Равно Сомневается Ей Очень Трудно Принять Решение Надо Выходить За Человек Потому Что Ей Надо Речь Идет О Характер Она Должна Глубже Внутрь Человека Принять Если Она Принимает Она Потом Не Может Отказаться Долго Терпит Человека Кто Контролирует Отношения Женщина И Так Будет Всю Жизнь Мужчина Что Контролирует А Ничего Кто Сказал Кто Петуха Кричает Мужчина Что Контролирует Женщина Нежную Женщину Правильно Сказал Все Видите Она Выключила Петуха Теперь Загадывайте Любое Желание Тренируйтесь Тренируйтесь Учитесь Правильно Мужчина Контролирует Жизнь Жизнь Он Он Говорит Будем Жить В Челябинске Начал Челябинске Почему Потому что У нее Там Работа Мужчине Очень Трудно Найти Работу Челябинске Есть Значит Надо Жить Челябинске Женщина Приспособится Мужчина Мужчина Говорит У нас Будет Такой Это Достаток Женщина Может С этим Что-то Сделать Нет Вот Этим Она Портит Себе Жизнь Надо Принять Достаток Мужа Хочешь Счастливо Жить Прими Достаток Мужа Женщина Может Постепенно Привыкнуть Ей Хочется Больше Всегда Теперь Как Женщина Убивает Мужчину Рассказать Метод Естественный Если Женщина Видит Что Муж Ее Любит И Не Успокаивает Свои Желания То Она Его Ведет К смерти Это Описано В священном Писании Как Это Происходит Очень Просто Допустим У вас Двухкомнатная Квартира Она Говорит Хочу Трехкомнатную Вы Женщина Если Хотите Трехкомнатную Это Нормально Пускай Мужчина Вам Скажет Когда Ну Скоро Будет Трехкомнатная Все Хотите Дальше Но Если Вы Будете Требовать Быстрее То Вы Его Убьете Потому Что Мужчина Не Понимает Что Он Устает Не Понимает Что Он Болеет Он Лечится Только В Ренимации Вот Так Устроена Психика Мужчины Просто Женщина Она Понимает Что Она Болеет Устает Она Быстро Это Понимает Но Мужчина Это Понимает Только В Ренимации Если Женщина Этого Не Понимает А Женщине Бог Дал Знание О То Что Муж Болеет И если женщина не хочет ничего знать по этому поводу, она мужчину своего сгоняет в гроб. И если он не в гробу окажется, то он окажется в объятии к другой женщине. Почему? Потому что если мужчину женщина изводит, то он от нее сбежит. Все равно это не сбежит. Потому что так закон самосохранения работает. Сказка золотой. Да, вот теперь женщины, вот смотрите, сейчас еще одну вещь вам скажу. Тонкий такой момент, вот когда мужчина приходит с работы и говорит, я очень много работал и сильно устал. Вот женщины, у меня к вам вопрос, можете не отвечать на него. Как вы думаете, в это время у вас чувство радости или сострадания? Радости, что женщине нравится, что мужчина ради нее устает. Понятно, да? Это тонкий момент такой, незаметный. Любой женщине нравится, что мужчина упахался ради нее и устает. Ей это приятно. Так вот, мои дорогие друзья, вот это приятное чувство является опасным, потому что оно вас приведет к одиночеству. Будьте осторожны. В ваших руках, женщины, беречь ваших мужиков. Не в его руках, не в руках других людей, а только в ваших руках. Это вы должны это делать. И поэтому, если вы видите, что он упахался, тогда не надо идти к увеличению жилплощади. Примите условия, возможности жизни мужа. Эти условия, возможности являются вашей судьбой, а не его. Вот если вы женитесь, и у вас судьба другая, если вы мужа бережете, то Бог ему даст лучше зарплату, больше. А если вы его насилуете, выжимаете его, как лимон, то он будет зарабатывать еще меньше. А потом просто сдохнет. Задумались, да? Вы ему не хотите, не желаете смерти, вы просто хотите больше квартиры. Не, я не про вас говорю вообще. Просто говорю про женщину. Она говорит, нет, нет, не хочу, Олег Геннадьевич, ну то есть не так сильно хочу. Женщина все равно будет хотеть больше квартиры. Ну, значит, еще что-нибудь. Поездки куда-нибудь, еще что-нибудь. Все равно она будет хотеть, чтобы муж ей приносил деньги. А на какие цели она найдет? У нее, кстати, нет проблем. У нее цели выстроились в ряд. Вот так вот. На его деньги. На свои у нее не выстроились. Они пускай лежат. А на его деньги они вот так вот в ряд выстроились уже цели. Но здесь должен включаться разум женщины. И разум означает следить за мужем. То есть, видите, он перерабатывает, значит, нужно что-то думать. Потому что он сам не будет за этим следить. У него есть только три варианта. Первый вариант. Обычный, самый обычный. Это вредные привычки. Мужчина, когда перерабатывает, он становится напряженным сначала. Потом перенапряженным. И потом начинает курить, пить, гулять. Вот три варианта у мужчины есть. Курить, пить, гулять. Если у него статическое напряжение копится, он становится раздражительным, гневливым, чувствительным. Значит, он будет пить. Если у него копится динамическое напряжение, он устает на работе, чувствует силу воли. Нет, он не может себя с постели поднять. Значит, он начнет сначала кофе пить или чай крепкий, а потом курить. А потом рак легкий. Вот. И третий вариант. Если у него копится неудовлетворенность в жизни, вот оно что-то будет копиться от усталости. Три варианта всего. Раздражительность, нарушение волевых функций или неудовлетворенность. Если будет неудовлетворенность в жизни копиться, значит, будет гулять. Значит, вас бросит он. Будет искать себе другую красивую девушку. Теперь вы скажете, почему так происходит? Потому что вы его загнали. Ну, значит, усталость по трем направлениям движется. Устает человек, перетомляется. Поэтому первое, к чему женщина должна вести семью, это к здоровому образу жизни. Вам надо методичку читать, самой начинать делать, вдохновлять близкого человека на это. Потому что мужчина сам отдыхать не может. Вот женщина какое напряжение себя не может снимать? Эмоционально. Она постоянно чувствует неудовлетворенность внутри. Поэтому песню я вам уже включал, как мужчина должен себя вести, он должен постоянно вдохновлять женщину. Там, где солнце, где дом родной, есть озера живой водой. Ты не печалься, ты не прощайся, все впереди у нас с тобой. То есть, вдохновляет женщину. Давайте ей чувство, что все хорошо, все нормально. Вот. А что с мужчиной надо делать? Надо его расслаблять все время. Надо его в бассейн водить, на свежий воздух водить в лес. Надо его приучать к спортзалу. Если мужчина зашел в спортзал и привык к нему, то уже 70%, что он не уйдет от вас в другой бане. Почему? Потому что лучше самой тоже в спортзал. Потому что женщины же там тоже ходят. Лучше самой вместе с ним в спортзал ходить тоже. А? Ребенка куда делаете? Тоже в спортзал. С маленьким? Ну, с маленьким там можно ходить и смотреть за ним. А он будет заниматься? Все, непонятно? Понятно. Вот. Ну, то есть, бассейн научились его водить, научили его в спортзал, научили. Все, это уже 80%, что у вас будет нормальная, счастливая семья, не будет руганий. Потому что мужчина, главная проблема, это перенапряжение. Он поезд едет, не может отдыхать, он не может останавливаться, у него нет остановок. Наш паровоз вперед летит, кому не остановка. Другого нет у нас пути, в руках у нас винтовка. То есть, это мужская песня. То есть, он едет, прет, добивается, не может остановиться. Женщина, задача какая, не подталкивать его, в топку бросай больше дров, едем быстрее, еще быстрее, еще быстрее. Думаю, раз, бобик сдох. Как женщина должна себя вести? Успокаивать его, расслаблять, давать отдохнуть, возможно. Свой ресурс не надо перенапрягать. Это ваш ресурс, мужчина. Не надо его делать из него котлету. Итак, вы поняли, какие признаки? Второй признак — это жрать на ночь. Перенапряжение. Если он становится холодильниковым террористом, значит, он перенапряжен. Значит, перенапряжен, мужчина. Все. Ну, что? А у меня вопрос, а всегда ли это зависит от женщины, что женщины для женщины нечего появляются? Всегда? Урить, пить или изменять? Ну, или он раньше уже это научился делать? Он другой, второй женщин, но он изменяет. Ну, значит, раньше уже было все. Если ты делаешь в женщине, а с мужчиной? Так всегда дело не в женщине. Значит, она всегда хорошее. Мы же не говорим, в каком дело, а мы говорим о том, что надо делать, чтобы он жил дальше. И не бросил. Конечно, вы хорошие. Пойдемте, я в мандарин. А если он продолжает это делать, то он его расправляет? Значит, он плохой. Я же вам рассказывал. Родился мужчина, а был плохим, умер. Давайте вот вам мандаринка. Все, молодец. Счастье. Не расстраивайтесь. Подождите, сейчас вот женщина у меня расстраивается. Она все старается, а он никак не расслабляется. Не знает, что с ним делать. С кем мы говорим? С вами? Да. Женщина должна всегда все начинать с себя. Есть разные способы, можно его просить, но это все бесполезно. Надо менять образ жизни в семье. Это очень тонкая работа. Вот, например, вы можете включать дома тихонько духовную музыку. Сначала у себя в наушниках включать, чтобы он не слышал. На тонком плане он привыкнет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова